Всем привет! Кран на дороге разворачивается, выгружаем в дамку, ужас, короче. У меня тут все замученные. Первые выходные пережили просто, нам уже ничего не страшно. Балят, и вот здесь прям у нас напротив нашей лекции. До двух часов ночи музыка, танцы на столе. А девушки-то красивые были, нет? Мы пьяные, все они некрасивые. Поэтому если кто-то хочет приехать прям потусить, потусить, это нам на другую базу. Завидую, ребята. Какие вы еще молодые, романтики. Мангал, 200 рублей. Не важно сколько человек, то есть даже можно, блин, шестером, извиняюсь, там есть дерево, где подведено электричество. Это как аватар, да? Это дерево такое, оно подзаряжает, да? Да, тихо-таково. Пренировать заранее, также по номеру телефона. Там звонили хоккеисты, они просто хотят приехать в физу подтянуть. Тебе надо большой массив земли перекинуть плюшками, да? Они тебе с удовольствием... Песок разровнять, пущать туда. Да-да-да, или дюны тебе накидать. Туалет мы уже обговорили со строителями. Мы его будем переделывать полностью с унитазами и с перегородками, чтобы уже отойти от тех, как говорится, старых дырки. Ты мне объяснишь, что это полезно? Да-да-да, и не каждый же спортсмен. Я сама в таких жива. Матрас можем дать, если все-таки хозяйка. Это где? Ты даже там, там или один, там на десять человек готовы в базы. Какое похудение! Привет, дорогие друзья из Голубийской. У нас, как всегда, великолепная погода. Я сегодня еду. Очень интересное приключение. К нам едут друзья сюда из Кучугур. Поедем к ним в гости. Их зовут Аня с Денисом. У меня очень много видео с ними из Кучугур. Посмотрите, у них новая идея такая. Они, похоже, завели здесь автокемпинг интересный. Или база отдыха, я даже не знаю, как правильно назвать. У меня же Голубийская пересыпь. Называется Крымчанка. Вот я уже на низком старте жду. Сейчас они должны прямо подъехать. И поедем в гости. Это для наших зрительниц. Посмотрим, что они там сделали уже. Они наводили порядок. Будем смотреть. База находится прямо на берегу моря. Я уже обещал вам. Многие люди ждут это видео. Поэтому будем расспрашивать их. Все покажут. И, друзья, мы тут с Денисом заговорились. Я забыл камеру выключить. Я хочу показать вам, в каком месте вот эта база находится. Вот познакомьтесь. Денис приехал к нам за Риточкой. Забрал нас сейчас. Сейчас Аня у нас не лезла, к сожалению. Но мы ее сейчас покажем вам, друзья. Посмотрите, у нас здесь что творится в Голубийской пересыпи. Баропланеристы летают. Да, море вообще обалденное. Обалдеть. Теплое. Медузы нету. Просто кайф. А вот это вот ребята у нас из Кучегуры. Я ссылочку на видео скинул. Они решили вот здесь у нас в Голубийской завести бизнес. Перебрались мы на большую базу. Там мы уже не помещаемся. Там не помещаемся. Поэтому нам уже что-то большое. Подготовки моря. Мы сейчас тут рассказывали. Я гороскаперу не включил. Вообще, уже два месяца. А расскажи, как вы приехали, распланировали все? Да, да. За один час распланировали, что здесь будет просто все. Рай на земле. Да, рай на земле. Но когда принялись за работу, два месяца уже. С самого раннего утра до позднего вечера. Не прекращая, не останавливаясь. И работы проделано много. И смотришь, вроде делал, а вроде не делал. Но на самом деле все идет уже к концу. Кинотеатр запустили. Беседки, порядок все привели. Покрасили в 4, 6... Это в районе 10 домиков на 4 комнатах. Комнаты запустили, наверное, уже комнат. Это получается без удобств у нас. Без удобств в номере. Штук 30 комнат. Люксы. Ну, много привели в порядок. Сейчас столовую строим. В столовую строим. Буквально, наверное, еще 10 дней. И будет столовая готова. Также магазин откроем. Ну, на территории очень много. А, детскую площадку поставили. Бассейн поставили. Запускаем. Вот сейчас доклеиваем его тоже. За что ни возьмись, там течет, там падает. И надо бегать, да? Да, только бегать. А вы уже, я смеюсь, распланировали, куда деньги будете складывать, да? А оказалось, нужно пахать. А оказалось, нужно пахать. Ну, мы уже на опыте, как бы, знаем, что просто так ничего не достанется никогда. Поэтому нужно работать, стремиться, стараться. И тогда все получится. Да. Сейчас, уважаю, зритель, не переключайтесь. Денис, сколько получается где-то от Голубицкой километров 6, наверное, да? От Голубицкой километров 6-7, наверное, да. А вот мы уже подъезжаем тут. Вот пока поговорили немного. Да. Вот. Тут у нас, получается, замок. Такая достопримечательность наших всех баз. А скажи, пожалуйста, Денис, вы будете же жить на этой базе прямо с вами, да? Да, да, да. Мы сейчас так же, как мы планировали, тут у нас будет наш дом, тут у нас будет площадка, бассейны. Будем кайфовать здесь, бабки зарабатывать. Пока перевезли дом, куча проблем, не заезжает машина, кран на дороге разворачивается, выгружаем. Там ужас, короче, как вспомнить. Ну, двигаемся, двигаемся. Тяжело, но двигаемся. Зато место популярнейшее у вас, да? Место популярное, да, место классное, люди едут. И место уже, наверное, я не знаю, старше меня. Старше меня, раньше там детские лагеря проводились часто. Вот, ну, большая территория, этим она манит всех. Да. Простор, простор, простор для детей. А самое главное, море в пяти, какой в пяти, там, в пяти шагах, да? В пяти шагах. Вообще. Где головой, голову не посмотришь, сразу видно море. С любой точки, можно сказать. Так, кстати, мы уже подъезжаем. Да, вот мы поезжаем, заезжаем на территорию. Посмотрите. Красота здесь. Я все мимо проходил, друзья, вы пытали меня. Василий, давай быстрее. Так. Все бегают. Готовятся. Бегают, уже два месяца бегают. Мы, наверное, еще будем бегать и бегать. О, посмотрите. Вот тут холодильником. На прошлой неделе у нас тут на выходных было все забито. Холодильники готовы. А у вас уже гости даже есть, да? Да, гости тут у нас постояльцы. Они у нас на месяц здесь, с самого начала. Вот наш дом. Вообще красота. Мы тут его тоже строим. Сегодня окна вставляли, там обшивают. Бассейн у нас тут, вон флажки. А мы сейчас походим, посмотрим. Да, конечно. Сейчас мы приборкуемся, друзья. Территория огромная. Футбольное поле уже начали засеял. Я тоже. Растет потихоньку. Не хватает воды. Сильно жарко. Вот. Волейбольную площадку будем строить. Тут деревья у нас тут, палаточники. Тут все было тоже забито на выходных. На театр. Все вам покажем. Так, дорогие друзья, посмотрите, кто у нас узнает эту красавицу. Аня. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто. У меня тут вся замученная. Я вижу, да. Я понимаю. Денис рассказал уже, что здесь творилось. Да. Ну, вы только хоть чуть-чуть как... Можно поговорить, да? Вы прям так сразу просто писали. Ну, как всегда. Можно на второй выбор, нет? Нет. Денис рассказал уже, что где ваши деньги вы будете собирать здесь, когда разбогатеете. Вот там вот продолбоваться. Да мы сейчас планировали за час, а теперь месяц, а теперь два месяца уже строимся. Ну, как мы построимся. Да мы просто ржем, едем. Теоретически все очень. Я говорю, Аня с Денисом приеду, за моего гостя забрать с виточкой. Приехал Денис, и мы с ним по дороге вот это обсуждали. Как вы тут планировали, короче. Он говорит, мы пришли с Анной, запланировали за полчаса все работы. А в итоге оказалось уже два месяца, даже больше. Вы пашете как днем и ночью. Днем и ночью, да? Да. Вот, дорогие друзья, посмотрите, вот эти вот легендарные Ани с Денисом. Вот они из Кучегур. Мы первые выходные пережили просто, нам уже ничего не страшно. Понятно. Тут было очень весело. Первое заселение, да? Первое заселение тут было. Нет, такое прям мощное заселение. Все номера, все было забито. Все было забито. И палаток много. Аня, я сразу... Там столько стирки сейчас. Ух, я понимаю. Ну, вы хотя бы уже нашли, да, горничных, рабочих. Да, у меня завтра утром наконец-то горничная приезжает. Да, и послезавтра еще у нас администратор приезжает. Ну, это крепкие люди. Это хорошие. Да, и кодеребурцы, это же урацы. Ребята, они такие, знаете, надежные. Это хорошо. Да. Мы такие хищем. Аня, вы покажете же нам с Денисом, да? Или я вас покутаю, или Дениса, как по этим, как по номерам. Это интересно. Меня жители запучили. Я же им анонсировал, когда, два месяца назад, что мы зайдем на Крымчанку, да? Я прохожу все мимо Крымчанки, облизываю их, и они меня как бы... Вася, когда ты покажешь? Когда ты покажешь? А мы как раз, знаете, готовились, готовились. Лучше вот сейчас показать, да? Можно показать, но тут много чего можно показать. У нас эта база, мы ее так удачно, не знаю, Бог послал. Как всегда, они говорят, я опять нашел базу. Это было неожиданно для меня. Это было неожиданно, да. Мы приехали, когда сюда. Тут у нас не только море, у нас тут еще и рыбалка через дорогу. Канал, море рыбалка. Канал идет вообще рыбалка. Ахтонизовский риман. Тут просто красота. Место просто великолепное. Да и утром вы же здесь. У вас же здесь, Денис, знакомый. А утром рыбаки и на море рыбалят, и вот здесь прям у нас напротив нашей лавицы. Да, да вы вообще... Напротив базы там тоже вот сразу канал тут для рыбаков. В палатке у нас много что можно показать, рассказать. А вот этот человек, который возил на катере, помнишь, мы когда в Кучегуру гости приезжали к вам, он же на Ахтонизовском римане, да? Это на Ахтонизовском римане. Он работает с Ахтонизовской возит на лотосы. На лотосы, да. Они могут не только на машинах приезжать, но и вот у вас здесь, в этом домике, ребята живут, на такси приехали с вокзала, да? Да, конечно, на вокзале. И можно в палатках вставать? Можно в палатках вставать. Да. А отдых более семейный такой или вот отдых выходного дня? Да, кстати. Кстати, кстати, кстати. Аня, хватило вам, да? Этих выходных нам хватило. Приезжали ребята просто. У нас точно разграничение сейчас. Они каждый год говорят, мы сюда ездили, и да, это мы прям зацепили за живое, до двух часов ночи музыка, танцы на столе. А девушки-то красивые были, нет? Знаете, когда они пьяные, все они некрасивые, потому что они себя ведут некрасиво. Мы все-таки за семейный отдых, спокойные, чтобы мы реально отдохнули. Нет, ну вы хоть повеселились. Можно здесь и музыку послушать, но до 23.00. То есть после 23.00 можно в карте, вон, как ребята, и в АТО, вообще прекрасно. Да, можно спокойно выпивать, можно только спокойно сидеть, музыку прикрутить даже тихо. Но когда очень шумно, все люди отдыхают. Ну я понимаю, да, условия... Просто нужно понимать, что люди тоже отдыхают, и комфорт должен быть для всех, не только для них. Поэтому если кто-то хочет приехать, прям потусить, потусить, это на другую базу. На другую базу. Я говорю, вот все, что не происходит, все куча. Да, этого выходного хватило. Тоже, да. Молодцы, конечно, да. Хороший опыт. Опыт очень сильный был. А Денис, я сразу, вот пока вы в тенечке, чтобы я не жарил вас, да. Я знаю, вот у вас же будет футбольное поле. Аня, вы такая семья интересная. Кстати, Денис уже его посеял, и можно даже сейчас посмотреть. А мы пойдем... Сейчас пойдем, база большая, идти далеко. Мы важные моменты просто проговорим, да, чтобы меня не пытали. Меня же пытать будут, понимаете. Как бы... Мы постараемся всю информацию. Это значит, можно с детишками. И, как бы, кто хочет... Я знаю, футбольные клубы у тебя везде, да? Да. Да, мы вообще ждем спортивные клубы разного вида рода, получается. Любого спорта. Ты даже не накрашена. Аня, да не надо, у нас самые красивые такие вот. Вот, у нас сделаем мы футбольное поле. Это для наших тоже детей-спортсменов. Также другие. Приедут к нам еще гонболисты в июле месяце. Организовываем питание. Организовываем питание, столовая, как всегда. Вот, дорогие зрители, рекомендуйте свои. Может, у вас знакомые есть спортсмены, да? Да, тренера. Да, 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 да. У нас большой опыт, как и, можно сказать, с группами. В основном организовывают тренера, с ними нужно обсуждать этот момент. Как мы с группами можем работать, так же у нас в общественном питании очень большой опыт. Аня с Денисом еще организовывают, как такие родители издают им детей, и соревнования. Как это даже назвать-то, я даже не знаю. Футбольные сборы. Футбольные сборы, да. Я даже, у меня видео, друзья, есть, я ссылку оставлю. Вы поймете, что это два профессионала стоят. Вот, когда сейчас уезжает семья, получается, мама и два сына. Она здесь живет как отдыхающая, а нам детей сдает на футбольный лагерь. То есть, она не знала, что у нас футбольный лагерь, но я ей рассказала, да. Она вообще класс, супер. Значит, я реально отдохну, а дети будут завлечены. Она попала в эти даты, в которые у нас у нас на футбольный лагерь. Она счастливая, ждет. Класс. Володцы. Аня, я так хочу посмотреть, как вот вы стираете в тазике где-то вот это белье. Хорошо, что есть стиральные машины. Денис взял, да, все-таки стиральные машины? Да, конечно, да. Отключить. Отключить. Вот у вас по условиям здесь, вода есть, души или нужно куда-то в море ходить? Нет, давайте я вам все расскажу. Я вас на вас по воде, кстати, сейчас еще занимаемся. Да, я вам могу даже рассказать все, что у нас по территории. Ну, вот у нас есть эконом, домики, которые удобства на территории. У нас есть душ, туалет, два душа, женский, мужской, также туалет. Вот, так же мы строим еще один туалет, хотим делать его с унитазами, немного позже, мы просто все не успеваем. Ну, вы успеете, я уверен. Да, душевые, буквально душевые, вот сейчас я буду делать уже. Душевые. Может, это то, что речь идет? Она стоит, ржет тоже. Вот, душевые. Какие там душевые вообще, мне в море надо. Да, будут душевые, вода чистая, центральная, горячая, все. Вот, насосы, у нас накопители тоже столкнулись с проблемой, не хватает воды. Мы же зарабатываем, мы все вкладываем, все вкладываем. Да, и не то, что зарабатываем, мы вообще уже сюда вложили столько. Да, надо ребяту поддержать, вот наших ребят, вот. Да, вложили уже много, вот покрасили домики. Мы думаем, что на следующий год просто будет полегче, это меня мотивирует, держит. Да, ну конечно, мы так всегда понимаем, что любое дело вкладываешь. Главное, у вас, Денис, цель есть, понимаешь, вот я знаю, что вы добрые люди, и у вас людям будет здесь 100% хорошо. Сколько наших зрителей побывало у вас в гостях, они все счастливые, понимаете, они пишут. Уже хорошие, я инстаграм развиваю, и там иногда выставляю отзывы. И даже после этих выходных, которые компании погуляли, мы им объяснили, что, ребята, такой отдых, ну, у нас не получится. А все остальные много уезжали, благодарили, говорили, что очень понравилось, классно, вернемся обязательно. Давай вот еще продолжим, я, извиняюсь, перебил, что... Да, 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 оно и будет. Уже наша, то есть не то, что именно от нас говорят, что здесь хорошее Козеева, но мы захваливаем себя, но... Не, вы хорошие, у вас приятно всегда к вам приехать, приятно. Еще буквально входит 10 июня, а уже с Рафаной радио работает. Денис, вот что, значит, свет есть, да? Конечно, свет у нас... Кондиционеры... И вот в экономах у нас стоит вентилятор. Вентиляторы. Вентиляторы, я нашел классный вентилятор. Я выбирал, выбирал, есть такие вентиляторы, что они дуют, но не охлаждают, да? А я нашел хороший вентилятор, который тихо работает и прям продувает, прям классно очень. И я заставляю, закупаю, закупаю, чтобы заставить все домики. Слушай, так классно, что вы сами... А у нас есть кондиционеры есть. В люксах кондиционеры. 10 номеров, но с суббота и воскресенье вообще бронируют. А что в люкс входит? Есть кондиционеры, ну холодильники у нас во всех номерах есть, и в люксах, и в экономах. Телевизоры в люксах и в экономах будут, да? О, даже телевизоры есть. Ну телевизоры в экономах, телевизоры пока под вопросом, но в первую очередь мы обставляем все холодильниками, вентиляторами. Самым необходимым. Холодильнички? Это же бомба, да? А вы сейчас зайдете и увидите комнаты очень классные. Надо общим холодильником пользоваться, куда-то идти, а именно во всех номерах. Общие холодильники для кемпинга, для палаток, то есть они тоже могут пользоваться у нас на кухне. Да, кухня у нас общая. Митроволноска, плита, чтобы супчик детям приготовить обязательно. Особенно надолго ездят, то пользуются плитой. Но если на сутки, на двое они пользуются плитой, они все с собой берут. Также мы покрасили все домики в белый цвет и придумали даже его название. Садя, а вы не снимали как было до? Я мимо проходил, ладно, я тут пару раз уже был у вас, но ребята меня пускали, но я сюда не могу зайти без хозяев. Я так показал там с виду, были домики совсем другого цвета. Другого цвета. Да, мы посмотрим сейчас. Мы его звали белый отель. Да, корпус называется белый отель. Поэтому если будете приезжать на августе... Можно к себе обзор вот так вот сделать. Подождите, а крымчанка или белый отель? Нет, крымчанка это просто корпус, белый отель. Базовый отдыха крымчанка, мы смеемся просто, мы все покрасили и придумали название. Я хотел сделать свой отель и назвать его белый отель, и тут получилось, что мы покрасили домики, вот он наш белый отель. Как я вам завидую, ребята, какие вы еще молодые, романтики. Да. Да, все. Ладно, Аня. Мы тоже молодые. Давайте посмотрим, вот прямо, вот уже домики. Меня прямо... Ну, пойдемте туда. Может быть, интервью возьмем у ребят? А, ну это надо спросить, наверное, они кушают там. Ну да, давайте. Может быть. А откуда они вообще приехали к вам? Под Москвой, да, Денис? С Подмосковья? Под Москвой. О, получается, они на таком... Они вообще на месяц приехали. Да, красиво. Парковка есть, Анна, да? Парковка, да, для каждого дома, как со всех сторон. А посмотрите, как изменился, ну, красиво стало, домики такие. Фотогенично, да? Да, на фоне моря, вот эта все трава зеленая. Да, территория позволяет здесь разместиться, очень удобно. А, Денис, мангальчики будут где-то вот? А мы мангальную зону прошли? Мы прошли мангальную зону сейчас. Там берется мангал и можно пользоваться. Угу. Возле там, где вы живете. Мангал, 200 рублей. Также мы можем дрова предоставить, если вдруг забыли дрова. Тоже там договариваемся. Ну, то есть вы мне говорите, что дрова нужны и наш работник привозит дрова. А, получается, этот мангальчик даже можно к морю вынести. Он легкий у вас. И здесь... Так, а у вас и байкеры здесь, да, я смотрю? На мотоцикле приехали с палаткой. Мотоцикл плюс палатка. А сколько это вот будет стоить, к примеру, если вот так вот два человека приехали с палаткой, да, на мотоцикл? Да. В палатке 400 рублей. Подождите, серьезно, что ли? Если я даже семья, у меня 5 человек. 400 рублей? Да. Аня, так я могу тут ночевать и у вас ходить, да? Прямо палатку разложил. Это дешевле будет, чем у меня дома там жить. Так. Ну да, вы же пользуетесь нашей водой, нашими туалетами. Так, 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 это очень важно. Да. То есть, получается, этот человек, который живет, может заряжать гаджеты, свет. Нет розетки где-то у палатки есть? Да. Мы делаем, вот там есть дерево, где подведено электричество, туда можно вообще. У нас еще беседка есть общего плана, там можно заряжать, да, телефоны. Это как аватар, да? Это дерево такое там, оно подзаряжает, да? Да. Вот это вы начитанный человек. У вас сегодня и прическа такая под аватар, как раз. Интересно. А, точно, да. Африканский стиль такой. Я аватар смотрела там один раз давно, сейчас забыла. Так, значит, свет. Общая кухня, и там есть беседка, где можно все палаточником, палаточником, так можно выразиться, да? Да, да, да. Подключиться, зарядиться. Также они могут пользоваться кухней, то есть чаями, все есть. Единственное посуду, все, кемпинг берется с собой, посуду мы не выдаем. Это тоже, чтобы люди были готовы к этому, потому что это все-таки такой морской кемпинг, есть песок, море. И туалет, и душ, они все пользуются. Вот которые там дальше, это... Да, это все будет с собой. Риточка, переселимся сюда, а? В палатке поживем. Ты не хочешь, но они с Татьяной Игзовной не любят палатки. А много, так что берут, в общем, мама с ребенком домик, а папа с сыном в палатке живут рядом с этим домиком. Я согласен. На рыбалочку ушли, да? Да. Как раз там рыбки половить какой-то. Нет, нет, нет. Отдельно, да, да, спасибо. Так, получается, смотрите, вот здесь у вас, а вот эти беседки, они платные? Да. Платные тоже мы в них положили, средства еще. Это значит, к кому нужно подходить, к администратору, да? К администратору, да, можно забронировать заранее, также по номеру телефона, в чем плюс бронирование, с беседкой ставят палатку. То есть уже точно есть место под палатку, если бронируют беседку. А сколько стоит, вот хотя бы так порядок? Получается на сутки тысяча рублей. Тысяча рублей. На сутки, да. Собираются компаниями. Мангальчик уже входит в этот счет? Мангал отдельно. Отдельно, 200 рублей. Мангал можно с собой взять свой. Да, это вообще беспокойно. Это мангал для того, что если кому-то неудобно везти, Да. Какая услуга. Или машина маленькая, да, просто услуга предоставляется, что большой мангал ребята приносят. Да, кто-то использует маленькие мангальчики, кому-то это неудобно. Ну, кстати, согласен. У нас в машине тоже, мы часто ездим в Крым. Я прямо ночую в палатке и все. Были бы в Крыму такие места, ребята. Я, конечно, там с днем, с днем не найдешь. За такие копейки вообще. Там в Крыму стоимость совсем другая. Да, там и не найти, Анна. Ну, там такой, чтобы, да, пологий берег. Да, да. И чтобы база была с травой. Если Денис высаживает траву здесь, это вообще фантастика. Потом косить. Я, кстати, познакомлю, тут у нас база лета есть. У него трактор есть. Угу. Он косит сам себе территорию, потому что... Ну, наверное, территория прям хорошо заросла. Да, я хочу... Нет, он косит всегда. Он именно, я рассказывал вам, он тоже хочет спортсмена. Если вам надо будет хорошее поле, у него уже есть. Если в экстренном режиме, я вас потом познакомлю. Так, ладно, мы не будем отвлекаться. Угу. Посмотрите, ребята. Вот, пожалуйста, это какая красота. Я, может, даже это вот на аватарку поставлю. Да, да, я тоже с фотографией, мне тоже нравится. Ну да, с мотоциклами. Если вы, конечно, Денис, еще разовьете это место, да, если все получится с арендой и так далее. Да, вроде все получается. Двигаемся. Стараемся. Можно попросить наших зрителей, знаешь, такое у нас уже есть. Они привозят деревья, кто может, какую-то тую, да, вот такую в подарок, понимаешь. То есть, и вот здесь можно посадить где-то рядом с беседкой. Именная такая туя, допустим. Было бы хорошо, да. И постепенно они зеленые будут. Так. Красиво, конечно. А где у вас будет поле? Или мы сначала в домики зайдем? У нас здесь такое... Далеко до него идти. Да, да. Переходи. Давайте детскую площадку тоже новую поставили. Единственное, что... Даже уточню, что детская площадка именно для детей. Не для взрослых. Ага. Для взрослых есть отдельные качели. Так, а Денис... Пускай детки здесь. Больший спортсмен. Получается, я не поверю, что турников не будет. Что-то такого. Волейбольная площадка. Волейбольная площадка будет. Будет, да? Волейбольная площадка, да. Подготовили уже опоры. Уже все есть. Света уже все есть. Я вот был почему-то в этом уверен. Потому что вы за спорт, да? Обязательно. Обязательно. Турники должны. Так. Вот сейчас, Сань, я покажу вот эту детскую площадку. Посмотрите, друзья. Виточка, ты можешь спуститься? С горки. Сейчас мы посмотрим. Аня, это же хорошо на берегу моря. Здесь не жарко. А ты еще детская площадка не устроена. Еще будут, да? Части вниз. Ага. Хотя они здесь везде, да? По всему берегу. Да, потому что песочницы и поставили. Класс. Ну, как тебе, Ритусь? Нормально? Так, интересно. А потом будет какой-то в будущем? Может бассейн какой-то? Планируете? Прокрасный бассейн. У нас уже установлен. Но еще второй будем ставить. Такой же. Ага. Я как эхо Дениса. Он говорит. А вы говорите, говорите. Это хорошо. Это значит правда, да? Все сутками говорим, говорим, говорим. Да. Я все это проговариваю. Постоянно каждому. А классно. Вот вы видео записали. Я это видео буду выслать моим отдыхающим, которые хотят полный обзор базы. А давайте. Вот я согласен. Хоть час будет. Главное, вот нам нужны люди такие. Подробно все будут знать. Вот. Это точно. С первого дубля. Как еще ВИП-беседка появилась? Вот ее. Она еще не достроена. Целекраска. Так. А вот эти вот лежаки. Кстати. Это все входит в стоимость. Да. Беседки, да? Нет, это входит в стоимость вообще. И бывание на территории. А, все, понял. Здесь у нас будут кентукки для ВИП-беседки. Мощный стол. А что это такое кентукки-то по-русски? По-русски. А мы покажем. Так. А, все, все, понял. А то же у нас деревенский заколхоз ранен, да? Мы не знаем таких импортных слов. Так. О-о-о. Легким движением руки. Оба очки. Они будут расставлены, да, здесь. Хорошая вещь. Так. Ой, хорошо как. Это для ВИП-беседки. Вот эти друзья. А, не отдохните хотя бы при мне, а? Я вас прошу. Наверное, единственный случай. Да? Посмотрите, друзья. Так можно тут что-нибудь? Да, 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 да. Я сама сняла ВИП-беседку. Какая красота, друзья. Просто. Вообще классно. Мы хоть отдохнем за последние дни. Кто из вас вот так вот хочет? Спасибо вам. Спасибо вам, что вы пришли. Мы тут посидим. Все. Я ухожу, ребята. Поспите здесь. Я сам похожу, поображу. А Летутя, посмотрите, она сразу уже на детской площадке. Да. И в чем плюс в беседах, что рядом детки, детская площадка рядом. Так вы специально установили, чтобы дети были под присмотром детская площадка. Также у нас для детей кинотеатр. Подождите. Это серьезно? Кинотеатр? Ну, мы специально так сделали, чтобы… А я думал, Денис, не успеет. Нет, уже сделал. Я просто очень, очень хотел кинотеатр. Долго выбирал проектор. Не пожалел денег и очень рад, что качество и положено. Получилось очень хорошо. В общем, для чего? Родители отдыхают. Вот такая жара. Мы забираем на 3 часа детей в кино. Потом также в вечернее время также включаем кино с 20.00, но может быть даже раньше сделать, да, с 19.00. Ну, да, чтобы пораньше дети спать ложатся. Чтобы на 2-3 часа… Своеобразная такая анимация, аниматоры, да, вот как бы… А кто это будет тянуть на себе? Вы, Аня, да, или Денис, как бы? Мы, мы, мы. Мы вместе. Вместе, да? Да. Как бы можно и физуху подтянуть ребятам, да, сказать, давай пару кружков перед кинотеатром, да? Да, но главное, что родители рады, когда они узнают про кинотеатр, то, что дети будут чем-то завлечены. Не все время нужно за ними приглядывать. Угу. Да, это право. Это право. Но уже пользуются спросом, то есть у нас уже испробовано этот кинотеатр пятницу, субботу, воскресенье. Дети с радостью бежали и смотрели в полный сеанс. Никто не уходил. Аня, а сайт какой-то есть? Они просто устают вот так вот за весь день и хотят прилечь, там диванчик. Отдохнуть. Кондиционер будет у вас? Там вентилятор на них дул. А, вентилятор. И проветривается комната, да? Там хорошее помещение, оно из блока. Там деревья сзади растут, в тени находятся здания. Там так прохладно, даже вентилятора хватает. Мы хотели ставить сплит, но поняли, что даже в такую жару там прохладно. Вот как здесь на берегу. Вообще классно, да? Продувает. Сейчас 35 градусов не меньше в тени, а мы здесь вообще балдеем. Тут отдых мне почему нравится на этих базах, вот именно этим. Ты ходишь целый день, тебе не жарко. У моря не жарко просто. Да. Потому что влажность. Да. В море смотреть какой класс. Мы начали здесь работать, я себя стала лучше чувствовать. Вот, больше энергии появилось. Здравствуйте. Мы же в Кучегурах работали, там тоже 100 метров до моря, но здесь не сравнится, здесь прямо на море, прямо вот здесь. Этот воздух дает силы работать. Кстати, я хочу сказать Анну, что вот мне пишут до сих пор письма, у Ани с Денисом дом в Кучегурах занят, там живут рабочие, да? Да. И поэтому вот туда уже не попасть, к сожалению. Да. Пишут люди и мне тоже, и они узнают, что у нас есть это место и хотят сюда. В общем. Все, кстати. То есть, да. Та гостиница работает на нас даже сейчас. А как было хорошо, как белорусы приезжали, какие песни пели, там такая была красота. Да я, конечно, помню, у меня это в душе прям до сих пор. Эти же белорусы тоже сейчас обдумывают, хотят приехать, может быть, сарафанное радио, может другие белорусы приедут, но классные ребята. Да, вообще, да белорусов мы все ждем. У нас, кстати, очень много есть белоруси в этом году планируют сюда посетить. Места им нравятся в Азовском море и недорого. И у нас получается по побережью самые выгодные цены, а для белорусов, ну какой, да, курс доллара. Выгоднее всего к нам, конечно, приезжать. Так, Анна, я вас, можно я вас подниму? Пойдемте уже, да, покажем дальше. Отдохнули немножко. Да, и вот эта вот беседочка тоже как, она будет тоже сдаваться, да? Да, она будет вообще сейчас покрашена, стол дубовый, мощный. В общем, для того, чтобы день рождения отметить, это идеальный вариант будет. Угу. А вы, кстати, уже и планируете для большей компании, может быть, какая-то будет столовая такая, большая одиница, вот чтобы большой стол, нет вот такого плана? Ну вот у нас такого плана беседки для компании. Ну и ГИБ тоже поместится там до десяти человек. Ага. Здесь можно два стола до десяти человек, как бы, с детьми. Тут ребята тоже хотят приехать, им нужна и беседка, они ставят свой шатер рядом, также, как я о ней говорила, снимают номер, все в комплексе, ставят еще палатку и вот таким... Слушай, Денис, у меня просьба к вам, Анна, заколхозьте, короче, как я люблю, да, какую-нибудь на колесах беседку еще одну, или на санях. Вдруг наши зрители приедут, да, пригласят какой-то сбор, там, канала там, допустим, да, чтобы человек двадцать... Нет. А, понял, понял. А так я думал еще хорошо, все ясно. Такое вино было вкусное, ребята, просто. Но здесь найти у нас можно, согласись, да? Да, конечно, да. У нас же Кубань здесь. Кубань тут у нас. На сил не хватает, на вино нужно много сил. Ну да. Времени заниматься, да. Мы не успеваем. Ладно, давайте пройдем еще... О, у вас тут еще ребята, Ваня, какие-то, да? Ну, сейчас вообще у меня было большое выселение, поэтому у меня там столько стирки сейчас. Вот ребята только подъехали перед вами. Ну, не будем мешать тоже, да? Пусть они отдыхают. Хорошие ребята. А мы куда-то зайдем... А, вот оно поле. Давайте посмотрим поле. Денис, расскажи-ка, вот здесь. Да, вот надо его скосить. Сетки сейчас повесим. Вот на этом поле будем проводить сборы наши футбольные. Также гандболисты будут приезжать здесь тренироваться, будут на этой площадке. Вот здесь, на этом месте, где мы стоим, здесь будет волейбольная площадка. Вот, на песке. Тоже у нас уже разметка лежит, сетки, все готово. Осталось только установить. А вот, ты лично сможешь какие-то вот мастер-классы, тренинг, как сам тренером, если по просьбам? Или у них свои тренера там все? У них свои тренера. У них свои тренера. Да, они приезжают там, тренер их тренирует, а мы предоставляем им территорию, услуги. Потому что не только все футбольные команды. То есть разного вида спорта. Все виды спорта. Даже там звонили хоккеисты, они просто хотят приехать в физо подтянуть, побегать по пляжу. Хоккеистов знаешь, куда надо, как использовать? Тебе надо большой массив земли перекинуть плюшками, да? Они тебе сюда надо. Песок разровнять. Да, да, да. Или дюды тебе накидать. Да, да, да. Тренировочка для них. Отлично. Так же каратисты, борцы. Вот у нас песок на песке. Можно тоже все организовать. Если нужен будет какой-то инвентарь, можем тоже с этим помочь. Йога у нас тоже тут. Йога звонили тоже хотят, да. Кстати, вот я в Переспе вчера был. Там йоги целый такой коллектив большой. Они так балдеют здесь на берегу. А в йоге, да? Да. У меня видео вышло вчера. Вот там вот прямо в Переспе рядом. Ну, недалеко. У меня есть сестры? Не знаю. Может быть она какой-то вот этот. Мне так понравилось. Они сидят, так руки делают, короче. Я не стал подходить, смешить, короче. Мы снимали, можем посмотреть. Да, да, да. Вчера видео вышло. Коротенькое про Переспе. Там минутки три. Они там сидят, так им хорошо. Вот на бережке. Класс. Класс вообще. Вот таких берите, ребят. Они вообще. Обязательно. Да. Здесь же гулять, Денис, да. Вот шесть километров до Голубийской. И четыре до Переспи примерно. Четыре до Переспи, да. По диким пляжам ты ходишь. Это... А вы пешком ходите, да? Да я всегда хожу пешком. Тут как раз вы в базу эти все ходите, получается, от Гирла. И в эту сторону вы ходите, да, по пляжу? Да, да. И проходите все, все. Тут можно идти, идти до Голубицкой и так далее. Да, да, да. А здесь же красота, Денис. Тут на каждом, как сказать, пляже у всех разный. Все разный, да. Кажется одинаково, а все равно по-своему красиво. По-своему подходит каждый, да. Это просто невероятно. А мы вчера объяснили, что у нас пляж не сразу глубина идет. То есть у нас чуть мелко-мелко. Ну да. Вот чем хорошо Азовское море, это да. У нас, кстати, вот здесь нет тягунов из-за того, что вот там чуть подальше. А вот ее даже видно, вот она немножко светлая, такая коса. Да, 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 миляк. Миляк, да, миляк. И поэтому как бы вас не унесет в море, там по колено примерно. Да, 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 да. Кому ожидали, мы так, она сегодня радовалась. Я говорю, Туся, мы все там побегаешь опять, как она в бассейне купалась. Да, тогда они на вечер приедут. Но мы еще зайдем к вам в гости, зайдем. Ничего страшного. Так, Денис, вот дальше по полю, да. Это значит, получается, вы его немножко еще, оно будет не песок, именно аж. Нет, это земля. Тут получается тоже так совпало. Интересная история прям для нас. Прям, да, интересная история, все в песок. И как-то сюда завезли 40 камазов в земле и разровняли. Это вы? Нет. Нет. Это хозяева базы. Это, видимо, было для нас. Это, видимо, для нас тогда еще. Тогда еще лет пять назад готовили площадку. Завезли землю, да. Поэтому вы посадили здесь траву, она прекрасно растет. И она вот начинает расти. И вот сейчас она поливает. Поливом больше займусь, не хватает немного воды. Дождей нет у нас. А этой водой, да, из моря нельзя, конечно. Да нет, она соленая совсем. Ну да. Да. А собачками можно? Я сразу вспомнил, они воду любят пить из Русского моря. Вы берете собачки? Да, берем с собачками и с кошечками даже. Ну, единственное условие, чтобы мебель была в целости и сохранности. Ну, в принципе, все хорошие приезжают. А какие-то вольерчики предусмотрены? Они сами приезжают с вольерчиками, если есть у собак? А я просто идею вам подам, если время потом будет. Небольшие хотя бы вот где-то, чтобы не дома кошку держать, а вот тут на улице, чтобы она побыла и собака, да? Они же привозят свои вот эти вот. Подготовлены у вас, но все подготовлены. Потому что у каждого, мы так поняли, собака либо кошка это как член семьи. Член семьи, да. Они к нему подходят очень серьезно. Да. Вы потом увидите, сколько здесь вот как раз где вы, на базах этих людей таких, они именно базы снимают именно по этой причине, что никому не мешаешь, да? Привез собаку свою и все, и спокойно. Ладно, хорошо. Так, значит, получается здесь футбольное поле, и тоже вот могут и детишки тренироваться, и все. Здесь есть не только для футбола, также, говорю, для йоги, для других, для каратистов, это вот такая площадка. Они будут на травке здесь, да? Диудаистам хорошо тут тоже падать на траву, да? Так, посмотрим. А вот здесь вот что за такое, вот ковры какие-то? Это линолеум. Я говорю, солнечные батареи, да? Солнечные батареи, да. Линолеум помыли, готовим. Готовим, это мы в кухню надо застелить. Вот этот корпус был полностью заброшен. Мы его очищали, выносили, столько мусора вывезли. В 2018 году, когда был потоп, это здание тоже затонуло, наверное, так вот метр стояла вода. Вот, и это мы все восстанавливали. А вы какие-то архивные кадры смотрели, да? Или как узнали? Ну, мы же знаем, мы когда... Нам охранники рассказали. Которые здесь давно-давно работают. И вот этот корпус... Ну, это бывает раз в 50 лет, то есть вот такой вот поток. Было 50 лет назад. Ну, я бы сказал, даже тут вообще семирный поток был. Вот этот дождь, когда лил трое суток, и в кучу горах он был. Он везде, везде. Это бывает не в 50 лет, это вообще удивительное событие, которое как библейский поток практически. Это, да? Да, ну, да, да. Я изучал этот вопрос. И деревьев было больше на территории, то есть они погнулись. Да, кстати, к сожалению. Да, ну можно пройтись до корпуса, даже душевые так посмотреть. Вот. Кинотеатр там. Да, может быть мы подключим. Мы подключим, да. Мы вечером включим, кинотеатр тогда. И можно будет там заснять, как это все выглядит на самом деле. И ванны. Там туалет тоже. Также кимпинг используют. Да. Вот этот туалет мы уже обговорили со строителями. Мы его будем переделывать полностью с унитазами и с перегородками, чтобы уже отойти от тех, как говорится, старых дырки. Слушай, но ты, как спортсмен, ты должен понимать, что это очень полезно. Да. Наши предки были здоровы. И каждому не объяснишь, что это полезно. Да, да, да. И не каждый же спортсмен. Да. Как будто неудобно. Ну а тут волей-неволей станешь, знаешь, здоровье укрепишь. Правильно? Да, да, да. Купаешься в море тут. Ну это шутки-шутки, но на самом деле это нормальная тема для таких баз. Вот если здесь прокатиться, редко где-то увидишь вот такие условия прямо. Ну там и цены, Денис, извини. Да, там и цены. Раз в 10 дороже там 4 тысячи будут стоить, а вот 400 рублей. Разница есть. Так, вы уже здесь гидро-накопители приобрели? Вот это я сейчас занимаюсь водой, накопители. Центральная вода. Мы запитаем сейчас у нас душевые. Вот, запитаем кухню. Ну и запитаем... Девиз такой, что всегда была вода. Всегда вода. Молодцы. Да, всегда вода. У нас также есть скважина, да, но скважины не хватает, все равно будет центральная. Кто-то купаться будет приходить только в центральной воде, кому-то так будет приятнее и удобнее. Ну и горячая вода, конечно. Я вижу, что вы уже опыт приобрели. Молодцы. Да, потому что, почему раньше у нас сначала была со скважины вода, потом... Заходи, Виточка. Делали центральную. Опыт по этому внизу. Такие у нас душевые, большие. Так у вас здесь уже евро-ремон, да? Да. Так. Все пластиковым делали. По красоте все, друзья, посмотрите. Так. Значит, подключаем, только осталось смесители, да? Да. Осталось сейчас вот одно. Также стиральная машинка здесь будет общая. И все, ты никому не мешаешь, получается. Да, закрыл своим тамом. Да, уже сегодня. Так. Ну, нормально, ребята. Я даже не представляю, сколько на вас тут навалилось вот эти двери. Навалилось очень много. Вы, наверное, в шоке просто. Надо что-то первостепенное делать. А здесь все первостепенное. Первостепенное. Здесь это направление, и не знаешь, как он держать. Угу. Как-то пытаемся и... Может быть, кто-то из зрителей наших приедет такой рукастый. Кто поможет вот ребятам, да? По кому-то может... Да, бывают такие. Мужчины приезжают, что-то помогают. А я всегда, я в каком-то доме гостевом не нахожусь, у меня руки чешутые. Я там где-то розетки. Вот и есть и стол также для ребят. Тоже будет, да? Для спортсменов, да. Предоставляем. Ну, там для спортсменов у нас отдельно. То есть и дартсы, да, днисы, и тир. Вот, Аня, а вот этот вот... Как ваш сайт найти, где вот можно именно вот эти условия посмотреть все-таки, да? Есть ВКонтакте, Инстаграм. Можно говорить? Можно. Говорите, потому что мы в гости приехали. Это не реклама. Мы смотрим, ходим. Кремчанка Кемпинг, Инстаграм и ВКонтакт. Но я лучше внизу как-то вам дам. А, ну давайте, давайте разместим в комментарии. Мы, знаете, сделаем как? Вы напишите комментарий свой, я его закреплю. Вы закрепите, да? Отлично, да. И все, и люди посмотрят все. Потому что Кремчанка Кемпинг там по-английски, кто-то неправильно ведет. Угу. А электросамокат это ваш, да? Да. Это мы двигаемся по территории. Это мы двигаемся по территории, когда ноги устали сильно. Когда уже ноги устали. Мы же туда-сюда. А, кстати, очень удобно, да? Вот так вот раз, какой-то запрос, волной кнопочки еще тревожные поставить. Оп, там колокольчик и так, да? Такси по территории. Подъехал. А он катается здесь по песку? Да. Можно с собой, значит, и брать и людям, может быть? Да, конечно. По территории можно на самокате кататься. Так, интересно. Велосипеды брать. Территория большая. У нас детвора на велосипедах. Мы сейчас будем парковку проходить. Денис, а вот секундочку. А по берегу не пробовали на нем ездить? Нет, закапывается. Закапывается, да? По песку зарывается. У него колеса маленькие, десятки. А, смотри, как я человек встанет. О, да, да, сейчас. Вот. Сайт мой. Кремчанка Кемпинг. Так, сейчас я с другой стороны встану. Угу. Угу. Здесь видео с этим. Да, кстати, друзья, кто хочет вот эту вот, смотреть жизнь такую в Кремчанке, Аня очень красиво снимает видео. Вот. Просто у нее очень талант есть такой, на самом деле. Ну да, вот, к сожалению, так немножко вот. Угу. В общем, можно полистать. Да, я напишу. Это вот именно ВКонтакте, в Инстаграме, да, вот в этих разных? Угу. Телеграм тоже есть. Телеграм. Пойдем дальше туда, у нас там. А здесь вы планируете вот что еще, какие-то магазины, да? Здесь нет. Здесь будет столовая строим. Да, строим. Все в строительстве. Вот вы не молчите, это вообще интересная такая тема. Так. Ну, столовая как раз для группы. Для группы, да. Для группы, да. Мы думаем, для отдыхающих тоже оставить столовую, но еще у нас нет опыта, будет ли отдыхающим. Кстати, можно в комментариях спросить, нужно ли отдыхающим столовая на территории. Вот некоторым, ну да, давайте спросим, интересно будет. Да. Вот это, кстати, от их ответов будет зависеть. Особенно нашим девушкам, да, чтобы не варить ничего тут, да? Да, да. Ну, всегда жидкое хочется. Или детям обязательно нужно. Ай, как хорошо под деревьями. Ну да. А велосипеды что тут делают? Это не прокат? Это наших детей. Пока не прокат, потому что у нас много детей. Это все их. Но мы думаем насчет проката, потому что здесь огромная территория. Они тут целый день гоняют. Ну да. Потому что они сейчас в школьном лагере находятся. В Кучгурах, да? Они в Кучгурах? В Ахтанизовской. В Ахтанизовской. В Ахтанизовской. Она рядом. Кстати, продукты в Ахтанизовской, да? Вот эти все домашние, молочко, все такое. Да. Вы нашли уже выходы, да? Да. Ну там везде даже уже, ну на рынке торгуют. Так что можно покупать. Конечно. И ценник адекватный, и качество. В Ахтанизовской, да? В Ахтанизовской, да. Очень много фермеров, которые, ну, сами выращивают. В Ахтанизовской не курортная станица, и поэтому там все выращивают. Да, они выращивают и как раз продают для всех курортных. А это же здоровье основной фактор, да? Ты то, что ты ешь. Конечно, да. Ты можешь даже спортом не заниматься, правильно питаться, и ты будешь. В Ахтанизовской ценник дешевле, чем в Перес, под кучу горах особенно, чем в кучу горах. Спасибо. А интересно в магазине у вас, вы же где-то будете магазин делать, да? Здесь на территории. Да, я на администрации поставлю мороженое. Ну, придется пиво ставить, потому что запрос высокий на пиво. Высокий запрос на пиво, потому что люди приезжают. И жарко. И жарко, да. Быстро заканчивается, как они говорят. Быстро закончилось. Мороженое обязательно. Дети то, что просят. Аня, сделайте нам, пожалуйста, мороженое. А я не доберусь до... У меня уже прайс-листы есть, я не доберусь посмотреть, вот заказать. Я думаю, что это к этим выходным не сделаем. Вам какого-то надо специалиста здесь все-таки? Да. Может быть, вот... Нужен специалист с головой. С торговой. У меня, Татьяна Викзая, кстати, может помочь вам. Она же товаровед. Она же с головой. Ну да. Да. Ну да. Но если нужна помощь, она поможет. Она там товар, если что там. Да, да, да. Вообще супер. Спасибо большое. Всю жизнь она в торговле. Она объяснит, как законно там. А я-то мороженым не торговала никогда. Ну... Мне только из-за спроса. То есть я бы не ставила мороженое, потому что это вот мелочевка. Нужно постоянно быть рядом, чтобы выдавать. Но так как люди просят, для удобства, чтобы не выезжать, ставим мороженое, пиво, вода, квас, розжиг, уголь. Что мы еще нам спрашивали? Ну там для кемпинга тоже где-то шампура. А кстати... Шнеки? Да. Под пиво, воду, ветер на реке. Ну это все уже по ходу выяснится, что кому надо. Да, да, да. Может быть даже некоторые ребята делают еще, знаете как, по заказу, когда... Ну хотя нет, у вас будет много людей, вы не будете успевать. Ну да, да. Мы даже флажки не успеваем довешать. Ну мы так и не посмотрели номер эконом. А, кстати, да. Давайте зайдем. А Люксовы уже показывали? Не давно море. Люксовы не показывали. А вот эта площадочка маленькая для детишек маленькая, да? Ну это мы так ворота у нас были, мы поставили. Тут же территория большая, кому-то туда идти неудобно. Он кстати пользуется спросом, да. Пользуется спросом, да. Когда на выходных заезжают, тут детвора у них на рубы идут. И серьезно это. Да даже и взрослым интересно так погонять. Мужики тоже тут подключаются от сына. Кое-какой инвентарь есть, да? Может какой-то мячик там. Конечно, если надо, это всегда мы. А я смотрю, у вас еще лодочка, это значит где-то спасатель дежурит, да? Вот, лодочка, это ждет своего мотора называется. Спасателя? Нет, не спасатель. Почему? Ага, ну да, правильно, да. Лодка идет спасатель, да если вдруг что-то мы на ней будем выезжать. Так же у нас получается еще, мы забыли сказать, думаю, почему лодка? Просто столько мыслей в голове. У нас САПы, есть САПы в аренду. Вот САП серф, да, доски. Получается, надо их выставить. Да, большие у нас. Представляете, они у нас надут, и мы даже не можем их выставить. У нас было пятница, суббота, воскресенье, много людей, мы даже не выставили. И мы не выставили, да, они лежат на складе, готовы, накачаны. Просто забыли, короче, да, некогда. Да, это обязательно, вот мы их выставим, для ребят, ну, бывают там... А по ценам? Определились? 700 рублей, три часа. Три часа? Да, ну там плюс-минус, как бы, трех часов хватит накататься. А можно вот так, Денис, вот так вот приехать на эту базу, например, именно на три часа на САПе погонять? Вот, ну, машину здесь поставил, у дороги даже. Да, можно. Можно, да? Чисто для интереса, потому что у нас таких-то ребят много. Да, конечно, конечно, да. Да даже поучиться хорошо, да, вот так вот. Так, в такой спокойной обстановке, чтобы тебе никто не мешал. Да, да, да. Так, ладно, давайте посмотрим, вот эти вот домики у нас, да, получается. Мы ходим, ходим, самое интересное еще, да? В четких домиках, получается, с каждого номера видно море. То есть ты можешь лежать на кровати и смотреть на море. Я бы сама в таких жила. Мне не очень нравится. Да. Вот вид на море сразу. Здесь как-то здесь вот снова просто так выспался. Столики здесь есть. Высыпаешься очень хорошо, прям. Вот три кровати, холодильник, вентиляторы, вот которые нашел, прямо не очень хорошо. Можно даже их включить и по шуму. Если нужна ссылка на вентилятор, это тоже нужно. Да. Холодильничек, я смотрю, такой у вас новенький, очень нулевый все, да? Да, стараемся. Вентилятор прям будет 50 ватт, очень классно. Здесь дадим немножко. И тихо работает, да? И тихо работает, да, но еще нет. А мне почему-то думается, что здесь вентилятор нужен ли будет? Я что-то вот… Нет, ну все равно нужен, как бы даже днем, когда немного нагревается. Тут плюс в этих домиках, то что у нас крыша не односкатная, а двухскатная. Двухскатная, проветривается. Да, и у вас проветривается наверху, и не нагреваются домики. Вот это очень хороший плюс. Мужские части. Значит, комната на трех человек. Как это по цене, вот если мы… Как мы… Получается у нас июль 1800, июль-август 2000. Это на троих. Это на троих, да, это хоть четвером, неважно. То есть мы… Да, если ребенок… Нету дополнительной оплаты за это все. Фиксированная цена. Ну, просто больше трех кровати сюда не заносим, но тут их уже не занести просто. Матрас можем дать, если все-таки хотят. Ну, это все в технике. По требованию матрас даем уже больно. Хорошо, да. Так. Ну, понятно. Ну, и вот самое классное – это вы… Вид на море. Выездить можно посмотреть? Присядьте, присядь. Отдохните. Вот такая вот жизнь, видишь? Хочешь что-то для людей сделать? Создали себе, да. Мы себе просто хотели на море, а вот мы себе и сделали море. Смотрите, друзья. Мы вообще искали 2 гектара земли, что-то мы в Тамане искали, а тут вот… Да, мы там Тамане искали, потом задумались в Варняковский лес, в лесу где-нибудь. Это почему-то 2 гектара в голове засело. Ну, и со временем эти 2 гектара. Именно эта цифра. И здесь именно 2 гектара. Тут именно 2 гектара земли. Так что нужно думать, мечтать и все будет. И работать. Ну, я согласен. Но работать, пахать, это конечно… Да, работать, пахать нужно. Придется. Это еще люди не поперли, да. Это же вообще… Да, еще даже нет июля, еще нет сезона. Кстати, дорогие друзья, вот вы посмотрите, мы здесь даже нашли Аня с Денисом горничную уже, но она почему-то не смогла там, ну, нашла работу. Если нужна будет на крайний случай работа кому-то, вы присмотритесь к этому месту. Если мало ли у вас что-то будет, кто-то пропадет и так далее, сразу обратите внимание, какие здесь условия хорошие. Да, тут, конечно, работать тоже надо, стирка и все такое. Но если Аня справляется, да, то конечно же… А вы сколько хотели платить? 50 тысяч, по-моему, да? Да, но она уже приедет к нам сейчас. Ну да, да, да. Я просто… Я думаю, надежный человек приезжает. Понятно. Ну, а так в любом случае, думаю, на август, на июль нужны будут еще люди в помощь. И там уже… Уже одна женщина написала. Уже написала, да. Ну, как бы все равно… Нет, ну да, в любом случае пишите. По договоренности, да. Вот, да. По договоренности, может, выход на работу там нужно будет срочно… А можно вот так вот, например, если женщина с ребенком? Вот вы же как-то жилье предоставляете, да? Получается? Да, жилье есть у нас, да. Она приедет, она будет и отдыхать? Знаете, все-таки я решила, что мне нужен без ребенка человек, потому что ребенок все-таки отменимает 50% силы времени. У меня самой два детей. И как Федя с Семой здесь на территории, это в сто раз сложнее, чем когда они вот завлечены там в лагерях своих школьных. И как-то в голове только работа. Тут просто будет работы относительно, ну, много, территория большая, ходить нужно, перемещаться, думать о работе. Поэтому, если есть проблемы с жильем, жилье обязательно предоставляем. Да, жилье есть у нас. Угу. Мы также расселяем сейчас своих работников, к нам приедет. Мы можем, знаете, какую семью взять? Например, мужчина и женщина. То есть, мужчина может у нас быть на охране, либо разнорабочий, да, товарищи вот с руками, и женщина как горничная. Так, понятно. Ладно, давайте еще дальше посмотрим. Пойдем дальше. Там еще какие номера, да? Есть? Они все однотипные. А, однотипные. Да. Вообще идентичные все, да. Так. Дорогие друзья, здравствуйте. Вот я случайно здесь таких девушек прекрасно встретил. Они согласились нам на пару вопросов ответить. У меня свой канал на ютюбе «Деревенский закохоз» называется. Я пришел в гости к вашим хозяевам. Я их давно знаю. Золотые ребята. Вот согласитесь, да? Да. Они просто... Парня мы не видели только сейчас. А девушка очень замечательно. Телевизор ставил, да? Это вот Денис. Это вот Денис и Аня. Они муж и жена тут. Они хозяева этой базы. А Аня вообще золотая девушка. Она на все всегда помогает. И нашим зрителям она помогает. А скажите, пожалуйста, вот вы первый раз на Азовском море, да? Мы вообще в Голубицкой первый раз. А я прошу прощай, меня зовут Василий. А как вас зовут? Оксана. Оксана. А вас? Ольга Юрьевна. Ольга Юрьевна. Оксана, вот первый раз в Голубицкой? Да. Как ощущения вот это? Супер. Супер. Мы проехали несколько баз, посмотрели, решили, что нет. У нас маленькие дети, которые вот они. Им нужны хоть какие-то площадки. И здесь, конечно, вообще домик отличный. Столик около побережья, беседки, качели. Ну, просто супер. Вообще классно. Вот моя дочка, вот Риточка. Я тоже ее сюда привез. Сразу они побежали, да? Здесь по початке песочек. Да мы вообще хотели все бросить и сразу побежать в море. Я настолько не хотела. Дождь, тебе нравится здесь? Здравствуйте. 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 Наш дом, вот он. А как вы базу эту выбрали? И вот вы ходили... Нет, мы заезжали в каждую базу. Как только мы заезжали. Сейчас будем. То есть и понравилось именно это, да? А чем, чем вот она приглянулась? Интересно просто. Как сделано побережье вот эти вот домики, да? Что здесь вот песочек, все чистенько, все хорошо. И то, что вот домик, он прям находится. По-простому все, да? Вот так вот. И то, что есть кондиционер, есть холодильник. И вроде как мы попросили, а палатку можно без проблем. А машину можно бесплатно. А мотоцикл. Все, и вон мы там еще расположились палаткой и мотоциклом. А, подожди, это ваш папа там, да? Да. А папа у нас на мотоцикле с площадкой. Вот я тогда понимаю, вот этот человек наверняка выбор сделал грамотный. Уже опытный, да? Да, да. На мотоциклах с палатками. Ну, на фестах они бывают и так же. Понятно. Спасибо вам огромное. Я не буду вам мешать. Спасибо, удачи вам. Я вам ссылку скину, да. Хорошо, спасибо. Это классный человек. Там много разных видео про подбережь и наши. Спасибо огромное. Это вам дождь. Да. Так, друзья, вот вы видите сами. Удобственно в номере, да. В номере, туалет и душ. Вообще замечательно. А, да. Потому что редко где? Да. Там, там или один, там на десять человек готовят вас на побережье. Сложно это организовать. А здесь есть. Десять номеров у нас стоит там с душем. И мы следующий год хотим строить еще отдельные домики с стоит там с душем. Молодцы. Сама погода. Это вам не важно. А я видел, как вы здесь вкусно кушали на воздухе, да. На воздухе. Какое похудение. Шлевает. Да. Так, а вы накупаетесь, вы здесь еще знаете как. Тут можно бесконечно кушать и не потолстеешь вообще. Мне нравится. Я им кури из Москвы сюда в другую. Все. Спасибо вам большое. Да, друзья. Давайте вот мы еще дальше посмотрим. Так. Вот Аня. Видите, как бывает, да? Конечно. Я вам покажу много. Интересно. А это вот у девушек этих такой же, наверное, да? Они все одинаковые. Все одинаковые. Три кровати. И также здесь много места для матраса. Угу. Четвертый матрас. Даём. Бесплатно. Кому нужно. Всем, кому нужно. Так. Алиточка, посмотри. Как тебе номера? Затащим как-нибудь мамку сюда? Шаслычка поджарить. Ну и зря. Ты знаешь, как тут весело будет? Вечером красиво. Море. Так. Вот. Холодильник. Все. Что мне показывать? Вы все видите, да? Ну да. Полный флаж, можно сказать, Аня. Да. Бойлер. Всегда горячая вода. Все рабочее. Ну это, кстати, важно. Кто-то любит такой. Кстати, удобная этажерка. Люди только что отзыв поставили. Говорят, вещи сразу мокрые сюда вешали. Оно сразу быстро сушится. Это лучше, чем шкаф. Угу. Шкаф место занимает. Здесь вот все. Так, тумбочки есть. И у каждого получается свой столик. Здесь много, достаточно розеток. Потому что что у нас сейчас все заряжать надо. Угу. Да. У каждого свой столик. Обязательно. Здесь все равно кто-то берет и в аренду беседку. Потому что прям к морю. Прям. Прям. Ноги в море. Мочились. Как же вы устали. Я вижу. Вернее, я первый раз Дениса вижу, чтобы он вот так вот присаживался, да? Отдыхал. Все хорошо. Сейчас. Да, дорогие друзья. Ну просто, ну нормально. Для отдыха, для такого простого, я считаю, вообще великолепно. Шикарно. У каждого свой столик. У каждого свой кусочек земли есть. Любая компания, да? Одни в одну сторону. Я всегда вот стараюсь так, чтобы было. Дети берут лопату, закапывают себя. Да? Прямо здесь? Прямо здесь. У нас лопата. Мертвая. Короче, берут лопату, закапывают друг друга. Это вот развлечения такие. Лучше пусть на берегу, да? Так вот не заметишь, пойдешь. Тенечек здесь. Угу. А у вас, Денис, еще вот такой вопрос по безопасности, да? Я знаю, вот ты в этом плане опытный человек такой. У вас же будут видеокамеры? Вот. А, вот. Засняли уже. Не только вы снимаете. У нас видеонаблюдение на всей территории. Все осматривается. Это же очень важно. Люди оставляют свои вещи, свои машины, да? Для этого они ездят не дикарями, а именно в кемперии, чтобы все было безопасно. Это очень важно. Угу. Мне понравилось, как у них папа, да? В палатке. Да, да, да. А женщины вообще не звучат. Для контингента, говорю, мы такой хороший берем, чтобы реально было безопасно все. Да, да, да. Вот это было правильное решение. Потому что мы сами здесь живем. Угу. И детишки ваши. Угу. И приезжали сюда отдыхать. Вот. А если, как говорили в начале видео, потусить, то это не к нам. Да. На другой базу. На другой базу, да. 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 Ладно, дорогие друзья. Я даже не знаю, Аня, если вы что-то еще... Ну, мы сегодня будем шашлык готовить. Будете с нами? А, ну, конечно, будем. Да. Ну, мы сейчас видео закончим, да? Да. И... И... Вот. Может быть, как-то отдельным или стрим вообще запустим. В общем, посмотрим сейчас. Ладно. Так, друзья, тут Аня еще пригласила нас. Получается, вот здесь вот, в кинотеатрах, да? Да. Дети обожают это место. Так. Даже Рите зашло. Ритусь, ты посмотри куда мы попали. Это прямо у моря, да? Так, Аня, забивайте. Вы слышите этот звук? Аня, да? Да. Театр. Чем могу быть полезен? Мы ищем девушку и ведьмака. У нее пепельные волосы и благородная манера. Он невоспитанный дикавельный нос. Мастер щедрый, если вы прольете свет на их место пребывания. А? Нет. Заплатим, если ты их видел. Как вам такое? Можно выиграть любые фильмы прямо в море. Вот так прям приходишь. Вот такая мебель. Посмотрите, какая красота. Здесь прохладно, хорошо. Вот так вот прямо у моря. Аня, вообще замечательно. Здесь так прохладно. Вот, дорогие друзья, мы тут с Анной, с Денисом были и в кинотеатре. Сейчас мы еще поджарим шашлычков. Но у меня уже время, видео очень длинное, Аня. Мы еще запишем, может быть, отдельно. А у меня еще вопрос такой, Анна, да? Вот у вас же здесь остановка рядышком, да? Совсем? Да, метров пятьдесят. Метров пятьдесят. Это значит, можно и в Темрюк уехать, и в Голубийскую поразвлекаться. Да, это очень удобно. А для водителей на маршрутке, которые возят, они так и называются, остановка Крымчанка. А это значит, что? Что папа приехал на машине, он может спокойно поехать без машины, куда хочет. Да, да. Хочет в Пересик, хочет в Кучугуру, там даже, да, на вулканы. Маршрутки часто ездят в Голубийскую. Тут они ездят с Тебрюка на Ильичевку, на Тамай, на Кучугуру, на Ахтанизовскую. Это направление. Да, здесь приезжают все точки, все станицы. Все станицы, как раз по этой дороге. Значит, Таня, пиво заказывайте. Это актуально будет, да? Конечно. Да, Татьяна мне поможет. И значит, можно прямо к вам приезжать, не бояться, я так понял, вот прямо в ворота. Вам как нужно стучаться? Звонок будет? Вообще, либо я, либо у нас Максим администратор, либо у нас охранник дядя Женя классный. Кто-то будет всегда здесь находиться, да? Да, да. Я имею ввиду, даже можно будет приехать не по звонку, а если хорошая семья с детьми, да, вот такая, что хочет спокойного, тихого отдыха. Остановились, устали. Каня с Денисом, вы уже договорились о цене, и вы здесь останетесь недели на две, на три. Это сто процентов, да? Да, тут очень хорошо. Да, друзья. Очень хорошо. На этом будем прощаться, Аня. Приглашайте гостей. Давайте приезжайте, ждем всех. Я думаю, гости сами уже увидели, что сюда надо ехать. Да, да, да. По видео будет все понятно, подробно все расписано, поэтому всех ждем этим летом. Всем удачи, друзья. Хорошие люди притягиваются к хорошему. На хороший отдых. Всем до свидания. Счастья, удачи.